Мы не можем вернуться, теперь обратно вниз спуститься. Офигеть, народу. Ребятки, мы пришли на завтрак, смотрите. Здесь завтрак просто шикардосный, даже круче, чем в Стамбуле. Здесь всякие сыры, колбасы. Значит, что у нас здесь? Вон горячие сосисы, яйца, вон еще горячие. Так, салатики всякие разные. Это, ой, персики, персики, макароны. Тут это как завтрак-обед, можно сказать. Вообще очень классно. На клопушке, тут все джемы, все на месте, все есть. Кофе, чаек и сладости. Смотрите, сколько много. Всякие кексики, булочки. Ему любимый рахат лакум. И здесь столько фруктов, вообще просто. Пушка. И яблоки. А я не знаю, и короневки, наверное, не знаю. Вот, и черешня наша любимая. Абрикосики. И там вот персики я показывала, оливки. Мамулечка вон уже идет, ходит на бюра. День рождения у кого-то сегодня, да, мам? Да. Доброго. Доброго. Ребятки, все, мы позавтракали. Блин, это был самый лучший завтрак, который у нас был в Турции, да, мам? Да. Вообще, там было все, но я вам показывала, какой был вкусный рахат лакум, боже мой. Он такой был мягкий, я аж, мам, пять штук съела, пока тебя не было. Да? Да. Она не растягивается. Да, очень вкусно вообще. Прям довольная, счастливая. Но единственный минус, я так объела, что теперь тяжело идти, во-первых. Во-вторых, надо будет сейчас сделать фоточки в купальнике, у меня еще как пузо вывалится. Я буду как пум-пум на фотографиях. Короче, неправильно я сделала, но ничего, ладно, пофигу. А то вкусно поела. Теперь мама меньше кушает. Да, мама стала меньше кушать, мы с ней ролями поменялись. Сейчас бежим по муколе, опять опаздываем, да? Да. Каждый раз опаздываем. Вот, хотели к открытию прийти, а уже на полчаса опоздали. И... На сколько? Полчаса опоздали уже. Восемь часов открывается, уже восемь тридцать. Восемь тридцать или девять тридцать, интересно. Сейчас мы будем, посмотри-ка. Надеюсь, что восемь тридцать. Если будет девять тридцать, это будет вообще перебор уже. Сейчас вот идем. Вооружились, я шляпу одела, мама одела платочек на голову. Очки есть, плечи закрыты, дабы не сгореть. А то мы так сгорели в этом офисе, что здесь больше такого не хотим повторять. Сейчас вот бежим. буду снимать вам все-все-все-все-все 8.30 все на полчаса опаздываем ребятки все мы зашли вот смотрите здесь вот вход билеты стоят 50 лир 50 лир это одного человека естественно это примерно где-то 600 рублей на человека наверно за двоих 1200 1300 вот так вот если ребят считать вот мы зашли с нижней части входа там находится верхняя часть блин там вот туда вот привозят обычно туристов там где иераполис находится ранее все произношу в общем туда привозят туристов пока не будет спускаться сюда вниз мы уже здесь внизу погуляем пофотаемся в общем хорошо мы пришли что что снизу сейчас буду показывать вам все здесь как красиво я думал что многие из вас уже здесь были но все равно лишним не будет давайте здесь надо уже все разуваться и идти пешочком вот пешочком босиком и пешочком тоже вот взяли села пакетики мы знали это сейчас у мамы уже все разувается с пакетик положим и пойдем здесь скользко не скользко ребятки я думал где скользко здесь вообще не скользко здесь хорошо вообще классненько так безопасно так что можно не переживать как же красиво вот здесь очень классно кайф кайф в общем мы с мамулечкой сейчас ходим тут фотографируемся у нас такие фотки классные уже да у меня мама наконец-то научилась фотографировать ребятки аплодируете здравить наконец-то нормальные фоточки это вообще-то вы не представляете это реально праздник это достижение может потому что не день рождения сегодня такие счастливые довольные детская красота да и народу мало и прохладненько да но сейчас скоро уже народ приедет где-то часом двенадцати а мы как мы уже в это время уйдем отсюда довольные счастливые ребятки смотрите вон идет народ туристы они уже здесь мы так вовремя ушли вообще ребятки смотрите сколько народу сейчас там еще идут и идут люди а там еще половина уже там внизу где-то в общем вовремя мы оттуда свалили сейчас идем поищем воды и бассейн клеопатры прыжки с мамочкой в местную столовую скажем тогда попить водички и думали пойти в бассейн клеопатры но там так много народу и здесь так шумно не знаю мама сильно хотела я ее отговорила говорю зачем это надо ну как бы такое себе удовольствие много народу и там со всеми плаваешь и никакого кайфа и вообще говорят что это не факт что там очень для патра плавала просто называется бассейн клеопатры так что затем не пойду мама говорит не знаю мы наверно не пойдем мы сейчас пойдем по гулям по и и рапу лесу и рапу лесу и рапу лесу короче вы поняли детская территория находится туда очень пойдем гулять посмотрим что там есть интересненького и все потом домой будем выдвигаться да да сделали кучу классных фотографий у меня мама фотограф от бога теперь рада рада счастливы и довольны и пойдем дальше гулять ребят вот это вот бассейн клеопатры вот люди за это платят 50 лет чтоб поплавать как вы думаете стоит туда идти или нет мне кажется нет и мы сделали правильное решение что пошли просто дальше гулять а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Я сказала Саше, зачем нам ехать в Эфес, когда по Муколе будет типа и Раполис, то же самое, те же самые развалины и все такое. Саша говорит, что это вообще разные вещи, нужно обязательно ехать отдельно в Эфес и отдельно по Муколе. Я полностью согласна опять. Всегда я думаю, что нужно слушать Сашу. И Раполис, конечно, это просто подобие Эфеса и вообще-то как-то все по-другому здесь, а Эфеса впечатляет. Вот так вот. Так что, если вы думаете, что так же, как и я по Муколе и Раполис, это можно не ехать в Эфес, то не надо так делать. Я была не права. Вот. Санечка, я была не права. Я признаю. Эфес лучше, чем Эераполис. В общем, мы с мамулечкой решили то, что мы не будем дальше подниматься туда, к амфитеатру, потому что после Эфеса это все равно уже не то, не впечатляет. Поэтому мы идем обратно вниз спускаться. Там поинтересней. Да, мамочка? Да. Вот. Так что, ребятки, как я уже и говорила, если вы думаете, что и Раполис заменит вам Эфес, это нет. Нет, да? Нет. Нет, вообще, это разные вещи абсолютно. Не будьте, как я. Не думайте, как я. Думайте, как Саша. Вот. Ой, ребятки, ребятушечки. Смотрите, сколько народу. Их все больше и больше становится. Пока мы гуляли там по Эераполису, ходили в бассейн Клеопатры, тут вообще, конечно, народу куча, куча, куча. Нет, не хочется нам так ездить с туристами. И, ребятки, ну, смотрите, сколько народу вообще внизу. Вот там еще... Да, уже фотографироваться невозможно. Слава богу, что мы пришли с утра, не поленились. И все успели сделать до того, как пришли туристы. Это просто... Жесть. Вы помните, да, я вам показывала видео, где народу нету, а сейчас... И так горячо ходить здесь. Да, скользко и горячо, мамочка, аккуратно. У нас тут, ребятки, пробочка образовалась. Вообще, жесть, мы не можем вернуться теперь обратно вниз спуститься. Самое лучшее место за... Офигеть, народу. Офигеть. Все, ребятки, мы закончили. Уходим в самое пекло. Невозможно уже. Очень жарко, прям жесть. А туристы только приезжают и приезжают. Я вообще не представляю, как можно туристов в это время привозить. Это же самое пекло. Тут сгореть просто, делать нечего. И невозможно вот реально ходить. Ну, очень жарко. Прям. Ух, мы с мамулечкой сразу-таки. Все, домой, домой. Фоточки сделали, все сделали. Можно бежать домой. Все, мы передохнули. Сейчас мы собираемся пойти поужинать, отметить мамин день рождения в каком-нибудь ресторане. С видом на Памукале, да? Вот. Мы не знаем, что я пою. Да, маму, по-моему, солнечный удар. И у нее аппетита особо нет в ее день рождения. И, в общем, не знаем, что она поест толком. Что-нибудь. Бокал вина даже не выпьет. Да, бокал вина, говорит, даже не выпьет. Но что-нибудь, да, придумаем. В общем. Все равно мы долго не собираемся сидеть, потому что завтра рано вставать и ехать дальше надо, да. Принесли нам ужин. Вот. Мы заказали рыбу на двоих, салатик. Пьем водичку. Потому что мамулька у нас получила солнечный удар, то ли что, непонятно. Ее тошнит, она и не может ни пить, ничего. И толком кушать не может. Надеюсь, хоть рыбку покушает. Сидим, ужинаем с видом на Памукале. Да, красота. Да, мамулечка довольная. Это самое главное. Смотрите, мы гуляем по мини-версии Памукале. Вот прямо здесь такой маленький парк, прикольненький. И там есть у нас уточки. Такие хорошие, милые уточки. Сейчас к ним идем. А вон Памукале. Уже у нас тут темнеет. Ночь. Надо домой уже идти. Сейчас уточек покормим и пойдем, да. Вот они, малыши. Вот, говорю, малыши. Смотрите, вон они плавают группой своей. Все, ребятки, на этом наш сегодняшний влог заканчивается. Мы вообще насладились этим днем по полной программе, да, мамочка? Да. Все, мы сейчас идем домой спать. Завтра рано вставать. Завтра мы едем в Анталию. Нас ждут новые приключения. Ой, я даже боюсь представить. В общем, вот так вот. Все, всех любим, обнимаем, да, мамочка? Да. Всем пока-пока. Пока-пока.